Первый в этом году День здоровья и спорта прошел на ура. Более 160 тысяч жителей республики предпочли провести первые выходные Нового года с пользой для здоровья. Спортивные центры республики предоставляли свои услуги населению бесплатно. Семья Максимовых большая, дружная и активная. Они каждые выходные практикуют спорт по-семейному. Закаляют и укрепляют не только физическое здоровье, но и семейные узы. Мы вообще многодетные. У нас еще есть два сына. Остались дома с папой. По выходным семьей обязательно выбираемся и на каток, и на тренажерный зал. Обязательно мы за День здоровья. Полежать на диване или пойти в бассейн. Более 18 тысяч человек в День здоровья выбор сделали в пользу плавания. Отдыхать можно и нужно активно, уверены те, кто хоть раз в жизни делал зарядку. Мы с мужем и с друзьями ходим каждую субботу, в любой месяц, уже в течение двух-трех лет. Нам очень нравится. Главное найти то, что по душе именно вам. Для многих День здоровья – повод попробовать себя в чем-то новом. И, возможно, встретить единомышленников. Регулярно стараюсь заниматься спортом. Хожу в спортивный зал тренажерный, в секцию по настольному теннису посещаю. Я считаю, что это правильное мероприятие. 76 катков, в том числе 4 крытых, 118 лыжных трасс и 125 хоккейных коробок. Для активного зимнего отдыха в республике достаточно спортивных объектов. Любители катания на коньках смогли провести первый День здоровья с пользой и весело. Попробовать первый раз встать на коньки не страшно. Страшнее вовсе не попробовать, считают любители зимних видов спорта. Решили отдохнуть, заняться спортом. Отдыхаем, закаляемся, укрепляемся. Хотим научиться кататься. Оздоровительный ДОСУ популярен не только в городах, но и в районах республики. Самыми востребованными стали плавательные бассейны, тренажерные залы, крытые ледовые катки. Главная задача не рапортовать о том, что мы сделали и что мы делаем, а на том, чтобы какие-то перспективы для нашего населения. Это заполняемость, создать большую заполняемость наших спортивных объектов. Буквально, вот, например, его распоряжение было о том, чтобы, например, работа бассейнов была продлена с 6 утра и до 22 часов вечера. Это население нашей республики с удовольствием восприняло и есть такая востребованность. ЗОЖ сокращенный, это здоровый образ жизни, включает это как раз и занятие физической культуры, и питание. Как раз по этим всем слагающим мы в России занимаем уверенно четвертое место. Это очень хороший показатель. Следующий день здоровья будет 15 февраля. Наталья Мальчикова, Алексей Зотиков, Борис Андреев, Республика.